Тексты Виктора Шендеровича мне всегда нравились выражением четкой гражданской позиции, изложенной прекрасным слогом и приправляемой умной иронией, помноженной на энциклопедические знания. Но здесь рука изменила Тореадору. Виктор написал пост на очень важную тему, в котором я не могу согласиться буквально ни с одним из тезисов. Вот он, Виктор Шендерович, цитата из Григория Померанца. Этот текст просился наружу давно. Не раз и не два в последнее время я оказывался, по разным поводам, чужим среди своих. Случалось это, как правило, в те дни, когда что-то мешало мне присоединиться к поношению политических противников. Или ничто не мешало сказать некоторым из них, по юбилейному случаю, слова благодарности. «Ибо Крым разделил нас три года назад. Путин только в 2000-м. А душа живет дольше и помнит больше». В своем тексте Шендерович обращается к условным своим. И судя по тексту, получается, что я не свой, так как у нас с Виктором оценочная шкала находится в разной системе координат. «Я рассматриваю существующий сегодня в России режим как преступный и оккупационный, и поднятые вопросы воспринимаю именно с этих позиций. И не надо меня заставлять вглядываться в детали, когда я вижу кадры сожженного дотла российским напалом Алеппо того самого, в котором направлялся самолет с доктором Лизой и ансамблем имени Александрова, с намерением устроить идеологический шабаш на месте очередного путинского преступления». Философские разговоры и логическая конструкция про стили полемику звучат красиво, но все это развеивается как дым перед костом войны. Сейчас идет война. «А на войне, Виктор, нет места полемики. Я готов принять твои проклятия и пожертвовать бессмертием своей интеллигентской души, но для меня очевидно, что любой, кто продлевает агонию врага, агрессора, оккупанта, несущего смерть и разрушение, тоже, увы, должен квалифицироваться как враг. Да, артисты хора Александрова не Гиви и Моторола, но и Сурков, Песков и какие-нибудь Дворкович тоже лично в преступлениях не участвовали. Однако их роль в построении путинской диктатуры будет повесомее. Здесь и сейчас черное-белое оттенки потом. С ОМОНом, Кадыровым или Песковым не может быть полемики. В свободной демократической России, когда таковая материализуется, я буду радовать за то, чтобы у Шойгу и Пескова было право на честный суд и хороших адвокатов, но сегодня этот разговор не актуален». Шендерович был одним из первых в современной России, кто начал говорить об институте репутации в декабре 2015 года на Всероссийском гражданском конгрессе. Виктор даже оставил вопрос о создании списка нерукопожатых в российском обществе. Весьма показательно, что спустя 12 лет он активно защищает Чулпан Хаматову и других представителей творческой интеллигенции, вошедших по разным причинам и с разной мотивацией в группу поддержки Путина и его международных преступлений. Вопрос. Какой объем заслуг перед отечественной культурой или, например, спортом может морально компенсировать поддержку путинского режима, устроившего кровавую бойню в Украине и Сирии? Мой ответ категоричен – никакой. В этой библейской математике сложение и вычитание не работает и не может быть никакого взаимозачета. Здесь может быть единственное математическое действие – обнуление. Нужно признать неприятную правду – поддержка диктатуры, слесарем Гошей, выдающимися поэтами, артистами, режиссерами и звездами спорта, являющимися моральными авторитетами для обывателей, позволяют правящей верхушке постоянно повышать градус ненависти в обществе и ощущать себя морально неуязвимыми. При этом их профессиональное наследие никуда не денется. Баталов останется выдающимся актером, Меньшов – обладателем первого отечественного Оскара, Роднина останется легендой фигурного катания, а Фетисов – самым титулованным хоккеистом по обе стороны Атлантики. Однако сегодня все они – тени великого культурного спортивного прошлого, ставшего ныне идеологическим придатком путинской диктатуры. Необходимо отделять человека от его профессионального наследия, понимая, что эта дилемма будет оставаться неразрешимой до того момента, пока преступный режим, которому служили недавние кумиры толпы, не окажется выкинутым на мусорку историей. Подобная ситуация далеко не оригинальна. Все мы помним пример несравненной Лени Рифеншталь, навсегда лишенной возможности снимать документальное кино даже не за прославление, а только за очеловечивание Третьего Рейха. Классика норвежской литературы Кнута Гамсуна, активного сторонника Гитлера, несмотря на преклонный возраст и заслуги перед страной, после войны отдали под суд за коллаборационизм. Полное собрание сочинений было издано только через два года после его смерти, хотя его неоспоримый вклад в культуру страны так до конца и не смыл клейма предательства. Правда, наша отечественная болезнь гораздо запущеннее. Гамсунизация российской творческой интеллигенции давно перевалила критическую массу, сделав ее послушным орудием в руках диктатора и его окружения. За сто лет прошедших с начала чудовищного большевистского эксперимента, гордый русский интеллигент, отказывающийся пожимать руку жандармскому офицеру, превратился, за редким исключением, в жалкого советского подхалима, готового по команде лизать чекистский сапог. Не замечать этого, уколовшись вакциной стокгольмского синдрома, означает вольно или невольно помогать наследникам сталинских вертухаев ударными темпами возводить сорокинскую антиутопию на развалинах России. Гарри Каспаров